Галина Сергеевна Ракитина – жительница города Видное. Её отец, Шапошников Сергей Фёдорович, участник войны, освобождал от блокады Ленинград. После демобилизации оказался семьёй в Ленинском районе. Работал в райкоме партии, в Ленинском райкоме партии. А потом перешёл на работу в Унигаз в качестве начальника отдела кадров, потом помощника директора по кадрам. И проработал здесь, начиная с 1962 года по 1984. Институт Внигаз, коллектив которого ведёт разработку крупнейших комплексных программ по основным направлениям деятельности «Газпрома», ведущее научное учреждение. И работать в нём всегда было престижным. Не бывает ничего более постоянного, чем временное. После школы не удалось поступить сразу в институт. Надо было идти работать. Я пришла сюда работать лаборантом второй категории. И вот уже в этом году 50 лет, как я временно работаю. Сейчас Галина Сергеевна руководит лабораторией по разработке специальных методов, позволяющих прогнозировать чрезвычайные ситуации, провоцирующие нарушения газоснабжения. Наши методы постоянно используются. То есть мы работаем очень тесно с Министерством по чрезвычайным ситуациям. У нас в «Газпроме» создана специальная система, цель которой выявление опасностей, предупреждение чрезвычайных ситуаций и оперативное реагирование на них, своевременное предотвращение. В лаборатории трудятся как кадровые сотрудники института, так и молодежь. И ко всем Галина Сергеевна относится с уважением и пониманием. Она очень доброжелательный человек, требовательный человек. Она учит работать, она учит думать. Она очень эрудированный человек, знающий. После окончания института пришла под начальство Галины Сергеевны, чему была очень рада, потому что Галина Сергеевна очень многое помогла мне вырасти до многого. То есть то, чему обучали в институте, я смогла здесь применить на практике. Последняя программа повышения надежности и безопасности объектов газотранспортной инфраструктуры, разработанная под руководством Ракитиной, одобрена ученым советом. Для выдвижения ее на премию в области науки и техники. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.